здравствуйте друзья сегодня мы с ним и приехали в даем шульте зимбах и все получится получше нашей рыбалки вы увидите из короткого видео отчета поставил я мантис пришли нам мантис пришел нового размера 4 сантиметра вот такая рыбка есть вот новый размер мантиса у нас был два с половиной для лета очень хорошо в пригляд к ловить а сейчас вот такая вот нимфа в 4 сантиметрах размере 4 сантиметра мы сейчас восстановили нашу старую форму а еще от келопишин была оса вот такая вот личиночка червячок скажем такое и теперь мы беды мадонаря специал будет выглядеть вот так вот первый заброс две поклевочки было не доела пока форель забрасываем даем заглубиться медленно ведем мд это потихонечку кончиком спиннинга сбрасываем предыдущую приманку мантис ее нужно вести просто равномерно у нее есть две лопасти которые работают как хвостик виброхвоста ее можно вообще не подыгрывать даже есть камеры не приближая но прокомментирую на той стороне димка взял фацак супер активного клева нет но потихонечку ковыряемся сейчас было две поклевки на личинку но их рыба не заглотила мелковатая рыба крупновато для него приманка сейчас поменяем димут на том берегу взял еще одну рыбу на лицо все поклевки прекратили такое впечатление что рыба сместилась там ближе к середине водоема ну что делать но платники с местом тоже надо угадать димка подходил камеру попробую кидать ливей вроде рыба туда ушла он опять только одну вытащил тащит второе здесь просто вымерла полная тишина ну что делать перешел агдиме на его сторону хоть ветерок спину и поставил мантис ну и надо так у ю ю куда что да что такое как первый раз рыбу беру поставила мантис сырного цвета он отлетел плавает уже в воде остался и рыбка есть вот на 4 сантиметровый мантис при проводке у него так вот работает хвостик плюс эти лапки работают и клювого нет особо буша рыбы мало но вот вторую поймал димка поставил такой же мантис такого же цвета и обрыв а я я исход пока включал камеру ушла ну тот же мантис я тут стал нашему другу голову отобрать приманок дать дима на ту же самую приманок куда еще пойдет вот она форелька есть красавчик петри в чем заключается сложность видите водоем большой всего несколько рыбаков естественно рыбы запустили мало тут мало делать правильную проводку иметь правильную приманку надо еще попасть и и поднос вот если человек стал как говорится на место где все-таки и немножко побольше там ловишь а там где ее нет к сожалению не поймать лучше делать любом случае хотя бы что-то поймали от ноля ушли уже хорошо он посмотрим принципе вода как бы чистая рыба казана привет он довольно агрессивно берет не всегда заглатывает важно главное что поклевочки есть будем искать рыбу я перешел в другую водоема поемах вообще ни у кого на всем водоеме нет ну посмотрю может тут рыба есть скажем так не наколотая ни фига рыба то есть ну как говорится слишком разбавлена водой людей мало там по две-три штучки на человека запустили ну и приблизительно так наверно мы все уже и поймали осталось может пару рыбешек где-то но никакого интереса никаким приманкам она не проявляет даже бывает рыба пассивно берет только на натуральные приманки ну и на натуральные приманки никто не ловит так что пока грустно мы с димкой перекусили здесь немножко помыса с сосисками сейчас пойдем пару раз кинем сейчас я поставил грехнику покидаю блесну для блесны для ловли на блесну я использую спиннинг трутари от олег фишинг спиннинг по длине метр девяносто восемь и по тест по весам от полутора до семи грамм палка средне быстрого строя вы предназначена как для ловли на реке так и в прудах мужа неплохо ловить на нее форель когда клюет конечно мы сегодня вы повторюсь очень мало людей там буквально там по пару рыбок попала прям под ваших на вашего клюнула все таки вымутил все таки мы паузу сделали сходили покушали одну и так и тут каждая каждая рыба на счету неплохая форельки миу там гена кузьменка мне раскрашивал такой относительно темно-синий другой сладная на силикон я сегодня использую палочку за макс импрессив т-732 развесовочка у него от 0 5 до 6 грамм команду скомпонован с лувиасом забыл сказать а предыдущая с экзистом скопала скомпонованная палка так быстро димки надо ехать я может еще максимум полчасика задержусь в любом случае ты чемпион ты 4 же поймал да а у меня вот только 3 так что ты чемпион красавчик давай хорошей дороги для начинающих форелят них хочу рассказать одну маленькую тонкость вот есть блюзла светонакопитель в дачном случае это пал и вот часть у него светонакопительная чтобы быстрее он заряжался светонакопитель мы используем такие вот фонарики ультрафиолетом которые светят намного быстрее заряжается чем просто на свету это блесна это один нюанс а второй как правило начинающие просто ловят на светонакопитель рано утром поздно вечером . да блесна немножко светятся и как бы она более заметно сумерки в темное время суток скажем так но мало кто из начинающих знает что именно в такую солнечную погоду ясное небо чистая вода очень часто выстреливать светонакопитель не знаю что влияет на почему рыба клюет но это уже подмечено неоднократно поэтому возьмите на вооружение вот подзарядили тоже самого силикон можно подзарядить также подзарядили приманку светонакопительную и используйте ее днем очень часто бывают выстреливают не всегда но довольно часто сейчас попробуем то что я вам сказал сразу же клюну на посмотри вывести но там факт мало кто это знает и обычно светонакопительные блесны используют просто сумерках в темное время суток они отлично работают днем есть видите посмотрите сейчас я опять немножечко заряжу блесну вот именно в солнечную погоду чистая воде когда казалось бы на то никакой роли не играет вот этот свет светонакопления а нет играет когда рыбы мало и она очень капризна единственный вариант это подборка постоянно смена приманок сейчас поставил нагибателя но у него ни одной уточка сейчас попробую другую блесну сейчас буквально там 35 забросим каждой блесной забросов каждой блесной и потом ставлю другую будем подбирать все равно хоть мало но она есть и нужно подобрать чей нужно поменял несколько блесен первый тычочек был вот на фольму полтора грамма вот уже резаться не было сейчас попробую такую же поставить но чисто черно-белую на фольму сейчас сделал первый же заброса сразу поклёвка но щипнула и все сейчас делаю второй заброс как сразу на проводке чуть чипнул если бы еще здесь присутствует вот шибко осторожная уже посидевшая на крючке опять вернулся к блесенке темной гмею и опять вот на нее рыба взяла такая красавица еще одна есть есть рыбка по таки так повеселее пока включал камеру был вход нулю сейчас был вход меняю сейчас крючок поменял крючок надеюсь сходов не будет хотя бы выдают такие пируэты пошла во дня есть красавица долго не было поклевок но вот сейчас поставил черную личинку большую рыбка есть вот личиночка которая отличилась единственное оборвалась там в воде пока она сопротивлялась улетела ну сейчас одену еще раз попробую поймать друзья ну что рыбалку будем заканчивать непростая скажем так трудовая рыбалка получилась удалось поймать только два хвоста ой девять хвостов два хвоста слил еще ну не важно погонял новые приманочки блесенки погонял я как бы удовольствие от рыбалки получил чего я вам желаю и как говорится всего хорошего до новых встреч пока друзья и и и Продолжение следует...